Знаменитый торт проще простого на скорую руку. Торт без выпечки на сковороде, быстрый и вкусный. Этот кулинарный рецепт очень понравится тем, кто ищет торт попроще, чтобы быстро готовился и не требовал от вас много сил, умений и дополнительных приспособлений. Коржи для него пекутся на сковороде, а с заварным кремом справится даже новичок. Состав рецепта на 12 портс. Сгущённое молоко 400 граммов. Пшеничная мука 3 стак. Куриные яйца 1 штука. Сода пищевая 0,5 чай. Л. Уксус 1 чай. Л. Пшеничная мука 4 стол. Л. Куриные яйца 2 штуки. Сахар 1,5 стак. Молоко 0,5 литра. Ванильный сахар 20 граммов. Сливочное масло 200 граммов. Шаг 1. Подготовьте продукты для приготовления теста. Сгущённое молоко выбирайте натуральное, без заменителей молочного жира. Муки может уйти немного меньше или больше, будете смотреть по состоянию теста. Шаг 2. Возьмите глубокую миску и разбейте в неё яйцо. Слегка размешайте его венчиком. Знаменитый торт проще простого на скорую руку. Торт без выпечки на сковороде, быстрый и вкусный. Этот кулинарный рецепт очень понравится тем, кто ищет торт попроще, чтобы быстро готовился и не требовал от вас много сил, умений и дополнительных приспособлений. Коржи для него пекутся на сковороде, а с заварным кремом справится даже новичок. Шаг 4. Возьмите соду, положите её в небольшую чашечку. Налейте к соде уксус. Перемешайте продукты ложкой. Начнётся реакция гашения, щёлочь вступит в реакцию с кислотой. За счёт выделившегося углекислого газа выпечка сможет вырасти и подняться. Сразу же добавьте гашёную соду в тесто, перемешайте венчиком. Шаг 5. Начните порциями добавлять в тесто муку. Я насыпала по полстакана и перемешивала порцию муки ложкой. Так вам будет удобнее контролировать консистенцию теста. Постепенно тесто начнёт становиться гуще. Шаг 6. В конце должно получиться мягкое, нелипкое тесто, которое можно будет раскатывать. У меня ушло как раз три стакана муки. В конце я добавляла муку буквально по ложке, чтобы не переложить её. От избытка муки коржи могут стать жёсткими. Шаг 7. Тесто выложите на рабочую поверхность, присыпанную мукой. Разделите его на восемь частей. Шаг 8. Возьмите одну заготовку и раскатайте её в круг, диаметром примерно 20-22 сантиметра. Ориентируйтесь на сковороду, в которой будете печь торт. Если тесто немного липнет, посыпьте его мукой. Шаг 9. Сковороду разогрейте на небольшом огне. Я использовала с антипригарным покрытием. Смазывать сковороду не нужно. Выложите на разогретую сковороду заготовку теста. Обязательно наколите её по всей поверхности вилкой, чтобы при выпечке тесто не пошло пузырями. Шаг 10. Пеките корж 1-2 минуты с одной стороны, она должна стать румяной. Затем переверните корж и пеките такое же время с другой. Пока первый корж печётся, раскатайте на столе следующий. И так далее со всеми 8 коржами. Готовый корж снимите на тарелку. Дайте всем коржам остыть. Шаг 11. Пока коржи остывают, приготовьте крем. Подготовьте продукты для него. Шаг 12. Возьмите кастрюлю с толстым дном. Разбейте в неё яйца. Добавьте к ним сахар обычный и ванильный. Слегка взбейте венчиком. Насыпьте муку. Перемешайте её с яйцами. Шаг 13. Влейте молоко. Перемешайте до однородного состояния. Шаг 14. Поставьте кастрюлю с кремом на маленький огонь. Варите крем при постоянном помешивании до загустения. Не отходите от плиты. При нагревании яйца на дне могут свариться в омлет. Крем будет испорчен. Поэтому так важно взять кастрюлю с толстым дном и постоянно размешивать крем. Шаг 15. Минут через пять крем начнет густеть на глазах. Варите его до состояния густой сметаны. Шаг 16. Снимите крем с огня, дайте ему остыть около пяти минут. Добавьте в крем сливочное масло. Шаг 17. Перемешайте крем венчиком до гладкого, блестящего состояния. Шаг 18. Готовые коржи обрежьте, наложив на них тарелку подходящего размера. Обрезки не выбрасывайте, из них мы сделаем крошку. Шаг 19. Соберите торт. На подставку крем. Шаг 19. 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 Продолжение следует...